А чем вам связь не понравилась? А тем, что это уже на Одере было, был большой прорыв немцев. И мобилизовали всех людей, без которых соседствующие части могут добыть. Я же не один в связи. Это ерунду и дело. С катушкой. Там радио-то не было никакого. Телефон был. И, значит, всех собрали и в пехоту, автоматчики, блокировать этот прорыв. За три ночи мы прошли 200 километров. Жуткое дело было совершенно. Еще ведь с чем-то на плечах? Конечно, все на плечах. Самое-то плохое, то, что я попал по узводам сразу же там. Ну, это старший сержант, это его работа. Наш командир взвода совсем маленький такой, желтый цыпленок. Он ехал в повозке и спал. А у меня, значит, взвод 40 человек из госпиталей. Они говорят, мы не можем. Ты представляешь, что такое? Идти ночью. Жидкий снег с водой. Там февраль месяц был. Февраль. 45-го. Снег с водой. На асфальте. Сапоги и ботинки тем более размокают. Автомат. Сумка с гранатами. Патронтаж. Еще мешок с каким-то... Весь мешок с вещичками своими. Ложатся в воду и не идут. А командир отвечает. Я на себя навесил три автомата чужих. Поднимаешь ногами просто. Ты что, Гуя? Хочешь, чтобы тебя тут сейчас расстреляли за дезертирство? Вставай. Не могу автомат тяжелый снять. Давай его. Потом подойдешь ко мне. Я, кроме своего ППШ, ППШ тяжелый, я тащил еще три автомата. По 70 километров в ночь. Я почти не представляю. Выходили, но это не ночь, конечно. Выходили около пяти часов. Ну, когда уже самолеты и разведка кончала примерно. Летать не видно. И до 10-11 часов утра практически без остановок. Шагали, шагали, шагали. Вот я тащил свой и три чужих автомата. К концу, как потом привал, команду передают. Вот на воду в валюту все. И все тут же засыпают. И я засыпаю. Подъем. Ногами их поднимаешь. Хлопцы вставать, вставать, вставать. Это плохо будет. И вот они все бредут, как призраки. Потом вот где-нибудь около 10-11 часов в какую-нибудь деревню втянемся, в немецкую. Все. Попадали. Попали спать. И заснули больше. Никто ничего не хочет. Но повара-то они же есть. На своих этих кухнях приедут, жирают, поднимают. Не все и встают есть. Это тяжелое было. А потом ликвидировали мы этот самый прорыв. Вот я там поморозился. Обморозили в смысле? Нет. Пальцы поморожены на ледах резко. Форсирование водора. Провел ночь под немцами. Это как? Очень просто. Нам надо было через воду перейти по льду. Лед разбить снарядами. Темно. Ночь, конечно. Все бело, непонятно. Вода тут. И лед. Все мы в этих масхалатах уже были. Кто просто их простыню. Это был 1945 год. 24-25 год. Вот так все было. Перешел. Не перешел. Мы двинулись на лед. Смотрю, тут идут люди. Тут цепь вроде. Смотрю, тут нету никого. И эти исчезли. Куда-то. Один бредунок. А там на той стороне немножко просвечивает темный берег. В общем, видно, что положение. Думаю, надо идти. И чуть не доходя, чуть-чуть не доходя берега, я провалился до водора. Ну, там вот так примерно было. Вылез опять на лед. Прошел чуток. Сапоги полные воды. А кругом снег пьет. Кусты. Ивняк. Вот по самому краю этого самого водора растут. Ну, ивняк такой обычный, как всегда. Костерчик. Воткнулся в него. В снег прямо. Костерчик нельзя. Лежу. Один. Я уже не знаю, что... Может, я на другой берег вышел. Ну, тем не менее, никаких ориентированных. Слышу надо мной. Прямо надо мной немцы говорят. Знаешь, немецкоговорящий. Ну, так, что-то такое. Быстро. Пошли, пошли, пошли. Ребята, давай, быстро. Слышу тебя. Пишня, ляш, ляу. Лежу, поткнувшись головой под кусты. Чувствую, занебевает все тело абсолютно. Уже не могу шевелиться. Уже руками пошевелить. Ну, чё. Всё, конец. Как вот эти дни я попрощался с жизнью. Рано-рано прощаетесь. Рано на рассвете. Чуть-чуть начало светать. И вдруг надо мной по-русски говорят. Очухался. Как-то такого ползабытия. Я даже заснул. Говорят по-русски. Я чё-то им пискнул. Они ко мне скатились. Наши солдаты. А немцы ушли. Это значит уже. Немцы драпанули. Просто они поняли, что всё тут. Уже кругом захватывают в кольцо. Российские люди. Они рванули. Вытащили меня. А я не шевелюсь. А, и потом опять госпиталь. Они меня снят. Никакой больше. Они меня снегом тереть. Они меня водкой поить. Вернее, с этим самым спиртом от немцев взятых. Тут же. Вот надо мной блиндажи. Эти самые немецкие обороны. Но сначала меня оттирали. Потом туда втащили. Её где-то нашли где-то сухое. Одеть на меня. Жмок же. Так вот. До сих пор. Вот такая была интересная вещь. А после этого, после этого, нас вернули в часть. Получил я свой... Связистов. А? Связистов обратно. Да. Это не связист. Это называется полковая... Дивизионная артиллерия. Дивизионная артиллерия строится таким макаром. Вот пехотная дивизия. При ней дивизион... А дивизия это 4 полка. При ней артиллерийская, значит, дивизион, правильно, он называется дивизион. Который... Пехота пошла вперёд в атаку. Просто даже в атаку. Пушки подхватывают там какие-то орудия. Там, значит, 76 миллиметров. Всё, красиво, кончается. Снили. Пушки два, две батареи. И одна гаубичная... Это 76, да, 122 миллиметра гаубичная батарея. И на руках. И на руках за пехотой. Пехота драпанула, а ты пушки не брось. Выноси обратно тоже, если пехота рванулась. Это противная вещь. А связь это те, которые идут и с пехотой, и с пушками идут. Это самое... Где вы остановились? В Берлине вы не были? Нет, я ведь прошёл южнее. Южнее Берлина? Я в Праге и на Эльбу попал. С американами встречался. А, братались. Да. Но я не знал американского языка. Тогда совсем. Ни слуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова